В Херсоне сняли российские флаги с нескольких административных зданий. Стримаусов сообщил о тяжелых боях недалеко от города. Из области эвакуировано 80 тысяч. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава вооружения и техники за реку Днепр. И новость последних минут. Только что стало известно, что в Херсонской области погиб замглавы администрации Кирилл Стримаусов. По всей Украине воздушная тревога и веерное отключение электричества. Пентагон сообщил о доставке двух систем ПВО на Самс. Британия отправляет 12 тысяч зимних спальников и 150 палаток с подогревом. Политику утверждает, США убедили Зеленского смягчить позицию по переговорам с Россией. Сам он, однако, заявил, что готов обсуждать только гарантии территориальной целостности. Подоляк написал, не надо маскировать переговорами капитуляцию. В Пентагоне заявили, Киев должен сам решить, возвращать ли Крым военным путем. Песков съездил в Луганск, чтобы провести мастер-класс для пресс-секретарей и журналистов. По его словам, Путин на Донбасс пока не собирается. Украинский Минюст распорядился национализировать имущество местной компартии, а СБУ привлекли на помощь в национализации Укрнады. По промежуточным итогам промежуточных выборов в США республиканцы забирают палату представителей. Судьба Сената пока не ясна. Трамп призывает к протестам из-за сбоев и нарушений на участках. Медведев ликует. Привычный мир дедушки Байдена улетает. Ставка на упоротого гетьмана была ошибкой. Песков, впрочем, уверен, после выборов отношения Москвы и Вашингтона останутся плохими. Власти Тайваня заявляют о возможном вторжении Китая уже в ближайшее время. КНР показала сверхзвуковую противокорабельную ракету. СМИ заметили ее сходство с российским гиперзвуковым кинжалом. Си Цзиньпин пообещал всестороннее усиление военной подготовки. Тайваньский производитель чипов TSMC, по данным Wall Street Journal, вложит 12 миллиардов долларов в расширение производства в США. Байден продлил на год запрет на инвестиции в китайские компании, связанные с военными. В Приднестровье остановлены крупные предприятия. Причина – снижение поставок газа из Молдавии. Электричество в Европе по сравнению с прошлым годом подорожало почти вдвое. Впрочем, в кредит-свиз считают, Европа закупила достаточно нефти и газа. Правда, беднейшим странам энергоносителей теперь не хватит. Крупнейший российский производитель железной руды «Металл Инвест» сократил инвестиции из-за отсутствия иностранного оборудования. Узбекские власти вступились за олигарха Усманова и просят власти ЕС снять с него санкции, выяснила Financial Times. По данным газеты, в Ташкенте настаивают, что ограничения мешают Усманову инвестировать в экономику страны. Там готовы представлять его интересы в суде против Брюсселя, если такой состоится. Китайские SkyRyzen и Sinway Group обвинили Киев в разграблении зарубежных активов Китая. Компаниям принадлежало 50% завода «Мотор Сич», который в августе был национализирован. Через Гаагу китайские бизнесмены пытаются получить компенсацию в 4,5 миллиарда долларов. Global Times тем временем публикует список богатейших людей Китая. В тройке лидеров по-прежнему продавец бутилированной воды, основатель ByteDance и хозяин компании по производству батареек. Их совокупное состояние больше 130 миллиардов долларов. Вместе с тем, по данным Bloomberg, четыре крупнейших китайских банка подешевели до рекордных минимумов из-за роста долгов. Ситуация сравнивается с США 2008 года. Российские производители электроники просят правительство увеличить пошлины на импортные смартфоны, ноутбуки, сервера и другое оборудование. Пока же число скачиваний пиратского ПО Microsoft достигает 180 тысяч в сутки, пишет коммерсант. К школьникам и студентам присоединились коммерческие компании. Газпромовский аналог ТикТока Яппи взломан, в сеть утекли данные двух миллионов пользователей. В Воронеже из-за санкций остановился крематорий, нет импортных комплектующих для печи. Чайка-младший передал свой бизнес в доверительное управление, чтобы увезти компании из-под санкций, пишет РБК. Сыну бывшего генпрокурора принадлежит, среди прочего, крупнейший производитель шпал Беталтранс и мусорный оператор Хартия. В Ленобласти тем временем жители поселка Подгачиной требуют ввести режим ЧАЭС. На переполненном мусорном полигоне сошло уже три оползня, земля и воздух вокруг отравлены. Обращения в профильные ведомства результатов не дали. Курс по начальной военной подготовке вернут в школу уже со следующего учебного года, сообщил министр просвещения Кравцов. В Думе же предложили мобилизовать деятелей культуры и создать культурный фронт. В Калуге такой фронт уже, похоже, открыли. На спектакле «Вежливые люди» в зал ворвались переодетые в украинских военных, открыли стрельбу холостыми и имитировали захват заложников. Создатели шоу говорят, что хотят погрузить зрителей в атмосферу Донбасса и планируют проехать по 12 городам. Орловский губернатор Клычков посоветовал тем, кто недоволен экипировкой, купить ее самим. «Всем не угодишь», — сказал глава региона. Ранее мобилизованные из этой области жаловались на рвущуюся форму и ломающиеся ножи. В СПЧ требуют экипировать одинаково призванных из разных регионов. По словам главы Совета Фадеева, нельзя, чтобы в одном окопе оказался парень в бронежилете за 150 тысяч и парень в ватнике. В розыск объявлен очередной журналист, главред иноагента Репаблик Колизев. Стал очевидцем важного события? Тебе не все равно? Сними, опиши, отправь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...